итак друзья добрый день давайте попробуем разобрать важную тему которая в общем нужна практически всем схема рисования головы и эта схема позволяет анализировать форму наверное проще понимать как изображается пространство объем начнем конечно же с профиля то есть боковой части схема это выглядит так если представить себе голову это такой квадратик который мы делим вот так пополам и мы получаем некую центральную точку эта центральная точка и будет местом уха слухового отверстия поэтому можно с уверенностью говорить что эта территория ушной раковины который находится здесь будет вот в этой центральной части конечно она чуть-чуть опущена вниз по отношению к этой массе но в принципе это достаточно легко отследить когда вы нашли эту центральную часть это будет именно так если мы смотрим на наш глаз то он будет находиться по отношению к этой осевой части по центру этой осевой территории поэтому очень важно опускать ухо глаз наоборот удерживать в центральной части вся черепная коробка верхняя часть находится вот здесь в этой территории и занимает две трети рисования головы лицевая же часть ей достанется одна треть то есть вот эта территория в этой части поэтому когда вы рисуете нижнюю челюсть всегда направляете ее перед слуховым отверстием она будет находиться именно здесь весь затылок вот эта вся часть обычно смотрится меньше только за счет того что само ухо крадет у нас вот эту территорию плюс к этому затылок чуть-чуть скошен и поэтому когда вы спереди рисуете он не выглядит таким объемным как лицевая часть потому что масса меняется всегда когда вы рисуете голову если человек стоит абсолютно прямо подбородок очень близок к точке седьмого шейного позвонка поэтому если вы увидели седьмой шейный позвонок и подбородок они будут близки друг другу если человек выпрямляется или стоит более свободно седьмой шейный позвонок может оказаться ниже если человек поднял голову но в обычном состоянии когда вы просто движетесь то подбородок и 7 шейный оказываются очень близки к друг другу по пространству это тоже удобно выстраивать когда вы рисуете в профиль то вы Вы должны заметить следующее, что линия трапеции и местоположение уха таково, что вот эта величина, которая находится здесь, вот это пространство, дает вам место от воротника до уха. Так как воротник накладывается поверх этого пространства и линия трапеции проходит сюда, то эта величина будет одним из размеров, которые очень похожи на ухо. Если человек со стандартным ухом, это просто бывают поменьше уши, большие, но в большинстве случаев вот эта линия от воротника до уха, вот здесь, это и есть высота этого уха. То есть вот я сейчас стою, и вот это расстояние, где моя трапеция коснулась этого объема и начала уходить уже за территорию шеи, то вот эта величина, вот здесь до мочки, очень похожа на мое ухо. Вот эта вот величина здесь и здесь очень близки друг к другу. Когда вы смотрите на территорию рисования лица, то обычно делают так. Берут расстояние от подбородка до носа, расстояние от носа до брови, и получается, что если взять расстояние от подбородка до начала носа, оно совпадает с ухом, и величина, которая есть здесь и здесь, тоже очень близки друг к другу. Расстояние от подбородка до носа равно расстоянию от носа до брови. Это тоже равные величины, которые мы можем отследить. Даже если нос курнос или опускается вниз, то точка прикрепления будет очень похожа на эту и на эту величину. И бровь будет совпадать с ухом. Тоже вот здесь очень удобная история отслеживания. И когда вы берете расстояние от брови до начала роста корневолос, то обычно это то же самое расстояние. Из-за того, что у мужчин часто лобная часть наклонена вовнутрь, то когда вы рисуете спереди или рисуете снизу в ракурсе, то эта территория будет выглядеть меньше. На это тоже надо делать сноску или учитывать это. Поэтому вот эти три расстояния обычно очень похожи. То есть лобный бугор, который находится здесь наверху, надбровные дуги, вот здесь с бровью, потом территория переносицы и территория носа, которая будет выступать сюда вперед, выдаст нам вот это уверенное ощущение равных величин. Так, по крайней мере, нужно думать, что они очень близки. Если мы поделим расстояние между носом и подбородком, то край нижней губы будет делить это расстояние пополам. Так как под нижней губой всегда есть тень, то очень удобно этой тенью обозначить основание губы. Если же мы будем брать крыло носа, вот здесь, то крыло носа и угол рта находятся близко друг к другу, но обычно губы чуть-чуть дальше этого пространства, чем ноздря, вот здесь. Если брать классического европеоида, то видно следующее. Если при прямом положении головы, если поднять линию от ноздри вверх, то слезнячок будет находиться глубже этой величины. Поэтому территория слезнячка и угол рта вот здесь и находится в определенном споре или взаимоотношении. Поэтому если вы ищете, как построить эту точку, или найти слезнячок по отношению к ноздре, или найти угол по отношению к ноздре, то скорее фиксируете эти точки друг к другу, а эту выдвигаете чуть-чуть дальше. Так будет логичней. Есть, конечно же, другая история. Если вы рисуете не европеоиды, а более монголоидное лицо, то, конечно, вы увидите, как эта территория будет выходить, и слезнячок будет выходить сюда вперед. То есть, будет происходить такое изменение. Но это некая особенность, которая есть здесь, в лицевой части. Но вы ее тоже увидите. Следующее, что нужно заметить, что если вы берете край ноздри и край слезнячка, то есть вот эту линию, то это и будет угол крепления уха. Обычно этот угол совпадает с углом нижней челюсти, в восходящей ветви, то есть вот этой задней части нижней челюсти. И поэтому угол крепления уха и угол крепления слезнячка и носа, ноздри вот здесь, будут совпадать друг с другом, и это тоже очень удобно отслеживать. Очень часто, но не всегда, совпадает такая система. Если вы рисуете угол наклона лба, то угол наклона затылка тоже будет совпадать друг с другом. Вы увидите некую параллельность этого отношения, что даст вам одинаковость ритмов в черепной коробке, и это будет тоже очень красиво смотреться. Когда вы построили слезнячок, и когда вы обнаружили территорию глаза, века и бровь, то есть следующая интересная подсказка. Расстояние от края брови до края уха – это обычно высота уха, или расстояние от подбородка до носа, от носа до брови, то есть вот этот размер, который есть здесь, который повторяется все время, есть и этот размер от брови до уха, то есть это та же самая часть, и это же высота уха, и это же расстояние от уха до трапеции, которая будет начинаться здесь. Поэтому, когда вы выпускаете шею, то обычно при прямом построении вы увидите, что расстояние до еремной ямки, если человек стоит абсолютно прямо, не задирает голову, не опускает ниже, то у большинства людей это же расстояние, есть еще та же самая величина, то есть 1 треть лица или этот же повторяющийся размер. Поэтому, когда вы рисуете человека, очень удобно видеть вот этот квадратик здесь внизу. Скуловая кость всегда заканчивается на основании носа, дальше она не идет, и от скуловой кости по направлению к глазу идет направление жевательного мускула. Поэтому, если вам нужно нарисовать линию жевательного мускула, который двигается вверх, и увидеть вот эту боковую поверхность лица, которая будет темнее, светлее в зависимости от освещения, то именно эта точка, направленная через слизнячок, даст нам вот это направление. Если же вы хотите увидеть щечную поверхность, то вы пропускаете линию от скулы через угол рта на переднюю поверхность подбородка. Это будет щечная поверхность, которая будет менять три тональные поверхности, здесь и здесь. Когда вы смотрите на территорию лба, вот здесь, то скуловая кость, которая у нас была, сформировала скуловую дугу, и скаловая дуга всегда лежит на основании глаза, то есть нижнее веко будет совпадать со скуловой дугой. Скуловая дуга всегда проходит над слуховым отверстием, оно будет чуть-чуть ниже, и здесь будет козелок, который перекроет это пространство, тоже удобно анализировать эту высоту. Вот этих направлений, этих направлений достаточно для того, чтобы сформировать определенные ритмы прочтения лица, это создает некую гармонию в рисунке, тоже очень важный момент. Теперь поднимаемся вверх, отживательный мускул вверх, и у нас здесь есть височный мускул, который тоже заведует тем, что отвечает за движение жевания. И именно здесь возникнет следующая процедура. Передняя поверхность лба перейдет на край уже поворота лобной кости сюда, в эту сторону, и мы увидим некое возвышение височной кости. И здесь мы увидим, что форма, наполнив себя как объем, будет подрезать поверхность вовнутрь, то есть будет такое заглубление внутрь уходящее. И поэтому здесь будет свет, потом чуть темнее, потом вроде бы вернется чуть свет, опять темнее и опять вовнутрь, то есть все время подкатывая эту сферу вовнутрь. То, что касается волос, то можно увидеть, что расстояние между бровью и расстояние между ухом, если поделить точно пополам, это будет место волос. У мужчин в большинстве случаев, когда они стригут височки, очень хорошо видно, что эту территорию занимают волосы, и расстояние от брови до волос, от волос до уха, это равная величина. Потом волосы добираются до брови, примерно вот здесь, и потом уже начинают уходить вверх, в эту вот сторону. То есть это так называемый закон роста волос здесь и здесь. Со временем это меняется, но территория виска обычно здесь и здесь легко, удобно делится, чтобы можно было анализировать эту часть. Грудиноключично-сцевидный мускул, карабкаясь сзади от сосцевидного отростка, будет направлен сюда вперед, и то пространство, которое есть здесь и здесь, обычно очень минимальное и почти незаметно. Но, тем не менее, вы хорошо увидите, как жевательный мускул, который находится здесь и сформировал вот этот край, упадет внутрь и создаст глубокую тональную ямку относительно мочки, которая будет здесь, поэтому здесь потемнеет, прежде чем вы выйдете на поверхность уже затылка. И поэтому, когда вы переходите через грудиноключично-сцевидный мускул на затылок, вы увидите, как эта масса закручивается вовнутрь здесь или здесь. Здесь подойдет любое направление штриха. И в эту сторону будет хорошо, и в эту сторону будет хорошо. Это будет говорить о высоте, это будет говорить об окончании черепа, который уходит здесь. То же самое будет происходить и здесь. Такой же поворот с этой стороны. Это та схема, которая работает через профиль. Если рассматривать территорию фаз, то следующая схема работает абсолютно убедительно. По-прежнему вы можете найти этот центр. Но так как лицо, наше с вами лицо, оно больше наполнено черепной коробкой здесь наверху, то есть одна очень интересная схема, которая есть у Бамиса, вы ее увидите. Верхний шар крупный, нижний шар меньше. Из-за этого вы получаете вот такое схождение, и вот такое схождение относительно теменного бугра по отношению к подбородку. Теменного бугра по отношению к подбородку. Не всегда теменные бугры бывают больше, чем сосцевидные отростки. Поэтому возникает у некоторых людей спор, что шире, сосцевидные отростки или теменные бугры. Вы можете проверить, как это будет у вас. Это легко замеряется, потому что на задней поверхности здесь и здесь вы легко эти точки найдете. У кого-то эти точки будут шире, у кого-то эти уже, у кого-то наоборот. Сосцевидные отростки будут шире, эти меньше, это поменяет как бы саму характеристику головы или объема. Но тем не менее, есть вот эта предрасположенность к тому, чтобы эта масса была крупнее. Эта масса меньше из-за того, что верхняя и нижняя челюсть действительно имеют меньше объема, и речь идет о них, нежели о постановке этих элементов. Когда вы построили глаза здесь и здесь, вот в этой части, то мы возвращаемся к той же самой схеме. Мы берем расстояние от подбородка до носа, от носа до брови, и от брови до начала роста корней волос, чтобы получить эти равные расстояния. Поэтому как только вы поставили эту точку, у вас уже есть тень под носом. Как только вы поставили этот край, у вас есть тень под надбровными дугами. Потому что шар, который заканчивает здесь и здесь, шар, который заканчивает скулы, которые находятся здесь и здесь, дает нам вот эту приятную сферическую структуру, так как у нас ширина брови здесь и здесь, вот эта величина равняется длине носа. То есть, если посмотреть на человека, то у него высота от носа до брови является тем же расстоянием от центра до края брови. То есть, та же самая величина получается здесь и здесь. Поэтому очень удобно видеть некие квадратики вот в этой части, которые позволят вам увидеть скуловые кости на уровне с носом и срезать эту поверхность по направлению к подбородку. Ширина самого подбородка, вот эта территория, она, как утверждают многие учебники, равна расстоянию между слезнячками. А сам глаз находится на расстоянии другого глаза, на расстоянии этой же величины самого глаза. Это не всегда так, но так удобно думать, для того, чтобы ориентироваться по этой величине. Лобные бугры, это самая светлая точка на поверхности лба, находятся обычно посередине глаза, или если быть точным, то посередине глазного дна. Но легко ориентироваться на зрачки, вы увидите, насколько лобные бугры шире или уже этого пространства, здесь тоже есть колебания относительно этой величины. То есть это позволяет нам видеть вот такую величину. Ухо отводите в эту сторону, даете такую же величину здесь, и отводите в эту сторону, даете такую же величину здесь, что позволит вам всегда модулировать эту величину. Теперь то, что касается геометрии самой формы, как удобно видеть в трехчетвертном повороте голову, то есть как она меняется. Представим себе ситуацию, что теперь мы видим голову в виде вот такого прямоугольника. Вот здесь, здесь и здесь. И нам нужно проанализировать глубину объема. Конечно, мы сразу вставим ухо и вставим глаза, и видим, что лобные бугры срезаны вовнутрь. То есть, не бывает так, чтобы они были раскрыты наружу, и поэтому от лобной части, от брови, которые мы нашли здесь, до уха, того квадратика, который оказался внутри здесь и здесь, то есть, вот эта квадратная схема здесь и квадратная схема здесь. Вот этот кубик здесь и здесь. Так вот, относительно этого и этого угла, к лобным буграм мы срезаем вот такой треугольник здесь, и срезаем вот такой треугольник здесь и здесь. То есть, мы получили уже территорию лобной части, которая даст нам вот такое прочтение. И со стороны затылка мы точно так же срезаем такой же треугольник и получаем вот такую массу формы. Раз, два, три. То есть, срезанные углы. То же самое мы делаем и от скуловой кости. Мы срезаем в направлении подбородка, сюда и сюда, такую же линию, и срезаем в направлении жевательного мускула, угла поворота челюсти здесь. В результате вы получили как бы кубик со срезанными уголками вот этих поверхностей, которые объяснили вам, как меняется свет в очень грубом представлении. Но, тем не менее, вы сразу увидели переднюю поверхность лица, переднюю поверхность лба, срезанную поверхность щечной части. Как только вы выходите на височную здесь, вы понимаете, что это один и тот же элемент, работающий уже в этом и в этом направлении, что облегчает вам ситуацию восприятия пространства. И эта же схема связывает сразу направление лобной части и скуловой с ухом и с носом. Поэтому, если вам нужно каким-то образом нарисовать голову наклоненную или поднятую, то вы начинаете использовать очень интересную схему. У вас есть, допустим, плечо и есть голова. Так как она при таком движении дает ось вращения через уши, они становятся центром вращения, то вы сразу фиксируете территорию шеи, территорию седьмого шейного позвонка, и тут же находите расстояние до уха, то есть вот эту точку. И если, например, человек поднял голову вверх, то относительно уха нос поднимается, но ухо останется на месте. До определенного момента ухо не будет меняться, поэтому если я буду наклонять голову вверх или вниз, мочка будет оставаться на месте, она никуда не перемещается, это ее территория. А нос активно сходит в ту или в другую сторону, поэтому мы относительно этой части начинаем поднимать форму, чтобы увидеть, как поднялась голова в эту и в эту сторону. Или же при том же самом положении, при той же начальной структуре здесь и здесь трапеции сюда-сюда, при том же положении уха, если мы опустим голову вниз, то относительно уха и относительно верхней и нижней части мы опускаем бровь, раскрываем тем самым голову, закрывая пространство сюда вниз. Но эта территория опять будет оставаться на месте. Это очень удобный момент, как бы определение пространства, понимая, как работает эта схема, понимая, как работает эта схема, очень удобно модулировать пространство величины. Надеюсь, эти схемы помогут вам рисовать голову, друзья. Всего доброго.